Могилёвские лифты будут собирать в Грузии. Это итог состоявшихся переговоров на уровне Министерств иностранных дел двух стран, сообщает Белорусское телеграфное агентство. Могилёв Лифтмаш, ведущий производитель лифтового оборудования в странах СНГ, выпускает более 100 базовых моделей лифтов – пассажирских, грузовых, грузопассажирских, больничных и нестандартных лифтов. Пешеходная улица Ленинская в центре Могилёва теперь на самом деле оправдывает своё название. Здесь появились знаки «Движение велосипедов запрещено». Решение было принято комиссией по безопасности дорожного движения при Могилёвском горосполкоме. Движение велосипедистов запрещено на участке от улицы Миронова до улицы Комсомольской. В средней школе номер 21 Могилёва присвоено имя педагога-географа Петра Лярского. Идея о присвоении школе имени выдающегося земляка принадлежит членам Могилёвского областного отдела «Белорусское географическое общество». Городская топонимическая комиссия, работающая при Могилёвском горосполкоме, единогласно одобрила предложение присвоить учреждению образования имя учёного. Могилёвские театры открывают сезон уже 9 сентября. В областном театре «Кукол» покажут сразу два спектакля «Муха-цикотуха» для малышей и «Сказка о солдате». А вот Могилёвский драматический 130-й сезон начинает в конце месяца. 20 и 21 сентября театралам предлагают посмотреть столичные комедии «Дом вверх дном» и «Шальные деньги». А вот первая премьера юбилейного сезона «Дурочка и зэк». Молодожёны вешают на них замки, как символ вечной любви. Одни их сжигают, а другие строят. Речь идёт о мостах. Всего в нашем городе 31 мост. Один из самых старых – мост по улице Челюскинцев через Дубровенку. В этом году он отмечает юбилей – 55 лет. Возраст немалый, поэтому и ремонт требуется основательный. Несмотря на развитие новых технологий, могилёвские специалисты используют классические. Технологии по ремонту мостов давно известны. Это общепринятые. И поэтому при ремонте мостов главное выполнять технологию соблюдать и использовать качественные материалы. И после этого любой мост будет работать столько, сколько нужно. Одно из самых долгожданных событий для могилёвских автомобилистов – открытие движения по мосту через Дубровенку по проспекту Мира. Мы полностью отремонтировали мостовое полотно. Мы полностью сделали новые тротуары, новое ограждение, отремонтированы опоры моста. То есть практически все элементы моста коснулись при проведении ремонтных работ. Два месяца усиленной работы, и мост снова в строю. Рабочие трудились даже ночью, чтобы полностью открыть все полосы проезжей части. Однако ремонтные работы ещё не закончились. Сейчас под мостом ремонтируют и красят опоры. Работники уверены – мост около гостиницы «Могилёв» простоит ещё лет 50. По время производства работ граждане, которые проходили мимо, некоторые говорили – да, спасибо, что вы взяли за ремонт данного моста. А так для нас главное благодарность, что по мосту можно переходить, по нему можно двигаться. Поэтому мы свою цель, скажем так, достигаем. В следующем году текущий ремонт ожидает самый длинный мост в городе – по улице Королёва. Количество автотранспорта в «Могилёве» растёт с каждым годом. Во многих семьях уже по две и более машин. В ГАИ сообщают о свыше, чем 100 тысячах авто в городе. И каждой нужна парковка. И желательно, говорят владельцы транспортных средств, во дворе дома. В ЖЭО отвечают – это возможно – построить площадку для парковки своего автомобиля. Если человек хочет сделать парковку в определённом месте, он должен провести собрание совместных с эксплуатирующей организацией и набрать 100% количество заголосов за устройство этой площадки. Ну, плюс ещё много там бюрократических, так сказать, нюансов. Надо согласование служб, может быть, под этой парковкой проходят какие-то сети, согласование с этими сетями, с градоустроительной службой обязательно, что там она соответствует, не соответствует. Поэтому у нас был один человек, который пожелал, так сказать, ложить средства и сделать парковку не только для себя, но и там на 10 или на 12 машин, и была такая группа энтузиастов. Но посмотрев, сколько будет стоить проект, сколько будут это все эти, ну, желание у человека пропало. Это частный случай. Таких обращений в Могилёве, говорят коммунальщики, за этот год было около 10. И не всегда вопрос упирался в дороговизну проекта. Очень важный момент. По закону закрепить землю за человеком нельзя. Вы можете ухаживать за машиноместом, осенью очищать от падающей листвы, зимой от снега, а ваше место займёт любой автовладелец. И уже придётся объяснять, что место моё, причём объяснять мирным путём. Единственное, что может сделать ЖЭУ, это написать на асфальте номер машины, которая там будет парковаться, и установить стенд с информацией о том, что площадка оборудована за счёт жителей, просьба не ставить машины. Около года назад наш коллега, став автовладельцем, также столкнулся с поиском временной стоянки и готов был на, так сказать, личную парковку. Сейчас машину просто негде поставить, особенно если ты чуть-чуть там задержался буквально с работы, то приходится ездить, там, кружить минут иногда и 5, и 10, чтобы хотя бы где-то поставить машину, говорю же откровенно, и нарушая правила. Да, я знаю, что можно сделать под себя стоянку, но вот у меня как у водителя сразу возникает вопрос, а что если это место займут? Я не против, да, я готов и пожертвовать часть каких-то своих денег, но просто приезжать, а потом, когда будет это место занято, ходить, искать этих людей, выгонять, заводить в ГАИ, но я считаю, что это тоже не выход. А выход – это поставить авто в гараж или на общественную парковку возле торгового центра, офисов, спортивного сооружения, либо на платную стоянку, где гарантируют безопасность вашего автомобиля. Но всегда хочется поближе к дому. В ГАИ по этому поводу предупреждают. Ставить машину нельзя на зелёной зоне, на пешеходных дорожках, на проезде, со стороны дома, в месте, где автомобиль будет препятствовать движению спецтехники. За нарушение правил стоянки и парковки во дворе водитель заплатит штраф – одну базовую величину. Но если гаража нет, до стоянки далеко, и единственный вариант парковаться во дворе, но машиномест катастрофически не хватает. Собственно, для этого и существует возможность строить личные парковки. Но чтобы их сделать таковыми, вариант – рассчитывать на взаимоуважение, либо создавать во дворе товарищество собственников и уже всем вместе распределять места на такой парковке. И тогда, возможно, ваше место у дома не займут. Пробуйте! Солнечный диск получился огромный, потому что в сравнении с размерами планеты он, конечно, большой, и поэтому получил столько четвертиночку сделать его. Но, тем не менее, на этом месте мы показали внутреннее строение Солнца и солнечной атмосферы. Ну, еще у нас на площадке есть модель большая небесной сферы. У могилевчан появилась уникальная возможность стать ближе к звездам. И все благодаря инициативе. Учительница 28-й школы Валентина Васильевна Дрогольчук уроки астрономии решила сделать открытыми, то есть проводить их под открытым небом. На крупнейшем конкурсе социальных проектов Белоруссии «Соушел» педагог предложила свою идею, стала его лауреатом и получила финансовую помощь на реализацию. Мы получили грант на реализацию нашей идеи, и вот эти деньги были вложены в эту площадку. Мы купили стройматериалы, металлоконструкции. Но когда мы готовились к проекту, мы уточняли, что такой площадки нету даже в Белоруссии. Мы получили 23, ну, на те деньги 23 миллиона. 23 миллиона ушло на плитку, на забор, который здесь есть, на произготовление планет, которые здесь есть. Это же все, это же все цемент, это все, все это надо сделать. Кроме этого, у нас есть еще, ну, этот, мы должны были сделать вот зонтик, соответственно, астрономический, и еще у нас, нам необходимо было телескопы. Это первая астрономическая площадка, построенная именно руками старшеклассников, выпускников и учителей. Строили ее больше года. Нам очень понравилось работать. То есть много нового узнали в процессе работы об астрономии и как это все делается. Ну, пока то, что мы строили, много нового я узнал, чего я раньше не знал, а астрономию я начинаю изучать только в этом году. Ребята говорят, пока из цемента лепили планеты, узнали, с какой скоростью они движутся вокруг Солнца. Астрономическая площадка – хороший наглядный инструмент для изучения предмета, говорит Валентина Васильевна. Ведь при подготовке к Олимпиадам не хватало занятий под открытым небом. Если и солнечными часами сегодня мало кого удивишь, то такого экспоната, как модель небесной сферы, нет нигде. Это собственная разработка конструкции. А помогали делать все, что из металла, подшипные предприятия. Это вот линия истинного горизонта. Вот это линия небесного экватора. На этой небесной сфере указан небесный меридиан. Здесь же можно показать отвесную линию, направление на полярную звездочку. Вон там крючочек стоит, мы будем нить натягивать во время занятий. Ну и определять координаты, потому что каждое деление соответствует 10 градусам. Здесь уже всей школой планируют проводить тематические вечера и приглашать на них всех желающих. Открытые уроки на базе учреждения могут проводить и из других учебных заведений, уточнили в администрации школы. Ведь при защите проекта подчеркивали, астрономическая площадка, как наглядный экспонат, важна для всех школ города. И уже рассылают им приглашения. Первая региональная радиостанция «Радио Могилев». Мы привыкли, что нас обычно слышат, но никак не видят. А сегодня снимают именно всю нашу кухню, всю нашу подмоготную. Смотрят в наши чашки, что мы пьем, как мы ходим, куда мы ходим, о чем мы разговариваем между собой. И это, конечно, первый опыт, очень интересный на самом деле. То есть будьте с собой, посмотри в окно, погода какая. Вот, отлично, прекрасно. А вы объяснили, что сам более расслаблено? Как вам было? Приятно участвовать в фотосессии? Конечно. Хорошее расслабленное состояние, приятный человек. Нужно драйвить немножко, почувствовать драйв. Мы отзнашаем 20 годи, с дня того, как мы учим на 96.4 FM. Это очень хорошо, и очень хорошо, что нас потребуют наши любимые могилевцы. Слушайте радио Могилев. Это у нас Анатолий Шпильков. Анатолий Шпильков – это генератор идей, поэтому его нужно фотографировать, наверное, через вентилятор. Радио Могилев, 20 лет в эфире. Ваши эмоции в этой связи? На сердце, на душе. Любовь, любовь, любовь. К родному любимому радио. Радио Могилев. Сегодня оно какое? Как бы ты мог его характеризовать? Я думаю, оно современное, оно оперативное, и оно интересное. Это то, к чему мы, наверное, стремимся. Я зеркало. Как ты ведешь себя перед зеркалом, правильно? Где ты поправляешь волосы, правильно? Где ты улыбаешься сама себе. Это можно сравнить, например, с подготовкой к свадьбе. В этот день мы тоже старались сделать красивую прическу, красивый макияж, выглядеть эффектно, замечательно, так, чтобы произвести впечатление. Ну, а Радио Могилев умеет производить впечатление, я хочу сказать. С новостями, Ольга Ильичаева, здравствуйте. Радио Могилев – это радио твоего города. Это наш слоган, это наш девиз, это наш образ жизни, образ нашего мышления. Мы работаем для могилевчан, с могилевчанами. Отпитывай с руками, покажи. Ай, хороша. Вон, вот для Васи мы пойдем. Черный ящик. Для Васи. Для Васи черный ящик. Здесь у нас... А что это такое? Вот это вот, мне очень интересно. Это плейлист. Слева, смотри. Вот я уйду, ты здесь останешься. Слушайте, Радио Могилев. Радио Могилев – это круто. Я очень люблю Радио Могилев. Доброе утро, слушатели. Доброе утро, Могилев. Вот таким образом мы и приветствуем наших слушателей, любимых и, самое главное, дорогих. А если все-таки настроение плохое, что делать? Оставлять его за дверью – это единственный способ. Могилев, 96, 4FM. Всех с праздником! Радио Могилев с 20-летием. Слушайте Радио Могилев. Всем привет! Меня зовут Алия Соболев. И это рубрика «Такая работа». Хотите быть спортивными, стройными и сильными? Тогда вперед в спортзал! А чтобы ваши усилия были максимально плодотворными, вам понадобится личный тренер. Могилевчанин Владимир Мельников в свои 27 лет попробовал себя в разных профессиях. Работал менеджером по продажам, автомехаником и модельщиком. Тяга к спорту предрешила его выбор. С детства Владимир занимался единоборствами и посещал спортзал. Тогда у него появилась мечта – стать тренером. Это приобретенная мечта. То есть все начиналось совсем не с этого. То есть глядя на, скажем так, на других людей, которые занимались спортом, мотивировали всегда. Смотрел какие-то видео различные, посещал соревнования. То есть, ну, в принципе, скажем так, вся жизнь моя проходила в спорте. Внешний вид инструктора – его визитная карточка. Тренер должен быть харизматичным, коммуникабельным и всегда в отличной спортивной форме. Человек приходит с работы уставший, еще нужно отработать в зале. Ну, человек приходит со своими проблемами, приходится выслушать человека. Как бы где-то даже совет можно дать. Каждый час – новый посетитель. Их количество от двух до десяти в день. А потому, если вы хотите стать спортивным инструктором, забудьте про стандартный рабочий график. Образование обязательно здесь нужно, потому что какие-то технические моменты, то есть, в принципе, и медицина даже, и гигиена, то есть физиология – все, абсолютно все нужно знать. Семинары, конечно, посещаем, то есть и по питанию, и по тренировкам. То есть, обязательно. Скажем так, нужно всегда совершенствоваться в этом зале. Чтобы работать в спортивном зале, вам, как минимум, надо пройти курсы инструктора. Желательно иметь и соответствующее образование. Его можно получить на факультете физического воспитания МГУ имени Аркадия Кулешова. У нас работает около, ну, пяти-шести инструкторов. Они постоянно ездят на какие-то определенные семинары. Тренер Владимир, который работает у нас порядка двух лет, перспективный молодой человек. У него постоянно приводят новых посетителей. Его постоянным клиентам нравится его техника преподавания, скажем так. Люди приходят сюда за результатом, но ожидать результата как бы через неделю, через две никак нельзя. Это долгие годы тренировок. Как бы, ну, минимум полгода нужно заниматься, чтобы получить какой-то достойный результат. Если человек понимает это все, видно, что человек становится более уверенный в себе, то есть и в жизни все складывается как бы намного лучше. То есть не только в тренировках. Моя профессиональная мечта – стать достойным тренером, к которому все могли прийти и посоветовать с другим людям. Могилев 16-18 веков. Вольный европейский город со свободными жителями. 440 лет назад, в 1577 году, он получил Магдебургское право. Его источники – сборник германского феодального права Саксонская зерцала и устав города Магдебурга. Отсюда и название. По этой системе городского права, экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались собственной системой юридических норм, которая определяла роль городов как центров производства и денежно-товарного обмена. На основе Магдебургского права в городе создавался выбранный орган самоуправления – магистрат, который возглавлял Войт. Именно магистрат решал все вопросы городской жизни. Магистрат обирался на один год. И на посаджениях магистрата заседали три склады. Это магистрат минулого года, магистрат этого года и магистрат наступного года. Для того, чтобы все разом не были справа у всех падеев и разумели логику принятия решения. Так, новость. Тут у нас такая своясабливая инсталляция приема городского мэра, тагочасного Войта, який принимает своего наместника. Лент Войта слухают начальника Аховы, за имя записывает писарь. Сразу после получения магдебургского права в 1577 году в Могилеве появилась ратуша. Правда, тогда она была деревянной. Само слово «ратуша» переводится как «дом советов». Она стала местом, где заседал могилевский магистрат и символом городского самоуправления и независимости. Деревянная ратуша не раз сгорала дотла во время больших городских пожаров. И в 1679 году по решению магистрата в нашем городе началось строительство каменной ратуши на тогдашней торговой площади, сейчас площади славы. Через 9 лет над водами Днепра поднялось встроенное здание могилевской ратуши. Она стала самой высокой из усих ратуш на территории Беларуси. И во Усходной Европе есть только одна еще выше, чем наша могилевская ратуша. Она сегает 49 метров и находится она на Львовщине. А наша ратуша на этот момент одна из самых высоких в Усходной Европе. 47 метров 30 сантиметров. Свою непосредственную функцию могилевская ратуша выполняла вплоть до конца XVIII века, пока наш город после раздела в Речи Посполитой не стал частью Российской империи. Постепенно права и свободы горожан, данные магдебургским правом, сошли на нет. Поменяла свой статус и ратуша. Она была и радиоточкой во время Первой мировой, и пожарной кланчой в первые годы советской власти. Во время Великой Отечественной ее здание сильно пострадало. В полуразрушенном состоянии этот уникальный памятник гражданской архитектуры простоял до 1957-го. В этом году, 60 лет назад, город потерял свой древний символ. Ратушу взорвали. Могилевчанка Алла Рыбочкина как сейчас помнит этот день. Мы жили тогда по Первомайской 3, предупредили заранее, чтобы заклеили окна. Окна клеили, как войну, крест-накрест газетой, чтобы не вылетели стекла. И раненько-раненько утром все выходили на улицу. Еще автобусы не ходили, ничего. Рано всех попросили из дома. И мы стояли около театра в скверике. Ратуша, она как-то как наполовину, вот так вот, как ее по маслу все равно кто-то разрезал. И вот вверх как-то наполовину, это поднялось вверх, и потом все рухнуло. О возрождении Могилевской ратуши всерьез заговорили в начале 90-х прошлого века. Эта мечта горожан осуществилась только спустя 15 лет, когда в 2007-м началось восстановление Могилевской ратуши. Через год она вернулась на свое историческое место и вернула себе звание главного городского символа, которое гордо несла во времена Магдебургского права почти полтысячи лет назад. Я не хочу просить от неба звезд, я не хочу молить у солнца жара, я не хочу пить сок молодых берез, и не могу тебя любить устало, и не согласен с теми, кто кричит, считая их пустыми крикунами, я не ищу того, кто промолчит, и не хочу молчания между нами. Пару строк о себе. Автор стихотворения, могилевский поэт и исполнитель бардовской песни Евгений Жданов, известный в литературном мире как Евгений Левади, в этом году отметил своеобразный творческий юбилей. И это не 20, 30 или 40 лет с написания первого стихотворения. Дата гораздо важнее в жизни любого литератора. Выход в свет первого авторского сборника стихов за 100 шагов до вечности. В этом сборнике 99 моих стихов. Всего около 150 уже готовых, доработанных. Здесь разноплановые стихи, разная лирика, от пейзажной до философской. И много любви. Ну да, много любви, потому что она мною движет, заставляет меня жить. И я прихожу на кухню ночью, чтобы никого не отвлекать. Рождается все здесь, здесь мысли, здесь какая-то структура стихотворения, сюжет. Прихожу на кухню ночью, завариваю чайник, сажусь и начинаю писать. Мама в втором классе купила для себя гитару, пыталась научиться играть на гитаре. Я попросил несколько аккордов показать. Ну и так сразу, это была любовь с первого аккорда. Рождается сначала музыка, мелодия, ну а потом по сюжету. То, что навевает мне мелодия, рождаются стихи. Задуматься о том, что близко, что рядом, что мы часто не замечаем из-за того, что мы куда-то спешим. Ну, конкретно любовь, она рядом с нами. Но мы как-то ей мало времени уделяем, к сожалению. И вот это моя дань чувствам, которые в логе живут. На прощение руку пожат, кто-то скажет «Прощай». И в гитаре моей оборвется струна незначай. Сколько будет еще этих порванных струн у меня? Сколько будет лишь дыма, при этом не будет огня. Моей музой является, как и являлась прежде, моя жена, моя дочь, моя любовь к семье. Она просыпается утром, я ей даю черный мир. Да. Она и учитывает. Ночью я это делаю. И что говорите? Свои отзывы, да. Если мне нравится, я так и говорю. Если что-то не так, тоже говорю. Главный критик, строгий критик, расскажите. Очень лояльный, скорее всего, критик. Все время с самой юности даю какой-то вызов себе, чтобы что-то переступить, чтобы доказать самому себе, что я что-то могу. Вот сейчас творчество так же. Посидевший жизнь не ворону машет крылом, Остывает мой чай как заказ за окном, Без запроса, без стука, без звука войдет в этот дом. Ночь, ночь. Граничность в движении дает какой-то толчок к движению духовному. Потому что наша душа, она в плену нашего тела находится. Когда тело чего-то решается, какой-то возможности, душа находит выход. я не знаю, я не знаю, что будет рождено еще внутри меня нового, неизвестного мне еще пока, но на данный момент вышла моя книга, мой сборник, и когда я ее держал в руках, я думал, что все, все достигнуто. нет. Как говорится, переночевался с этой мыслью. Появилось после вкуса такое надпись. Да, 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 да. В планах Евгения Левадзе также размножить новый сборник, чтобы мир смог прочесть, а в идеале еще и почувствовать авторский замысел. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»